Секция первая. Книги «Огненная Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Огненная Россия. Алексея Ремезова. Слово о погибели русской земли. Посвящаю С.П. Ремезовой Довгелла. Широка раздольная Русь, Родина моя, Принявшая много нужды, много страсти, Вспомянуть невозможно. Вижу тебя, оставляешь свет жизни в огне поверженная. Были будни, труд и страда, А бывал и праздник с долгой всенощной, С обеднями, а потом с хороводом громким, С шумом, с качелями. Был голод, было и изобилие. Были казни, была и милость, Был и застенок, был и подвиг. В жертву приносили себя ради счастья народного. Где ныне подвиг? Где жертва? Гарь и гик обезьяний. Было унижение, была и победа. Безумный ездок. Хочешь за море прыгнуть Из желтых туманов гранитного любимого города, Несокрушимого и крепкого, Как Петров камень, Над Невою, как вихрь стоишь, Вижу тебя и во сне, и в явь. Брат мой безумный, Несчастлив час, Твоя Россия загибла. Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоем, Где гниет палый лист. Россия моя загибла. Было лихолетие, Был растрига, Был вор, Замутила смута русскую землю, Развалилась земля, Да поднялась, Снова стала Русь, Стройна, как ниточка. Поднялись русские люди Во имя русской земли, Спасли тебя, Брата родного выгнали, Краснозвонный Кремль очистили, Не стерпелось брать Ни на иго и на верное. Была вера русская, Искони изначальная. Много знают поволжские леса До железных ворот, Много слышали горячих молитв, Как за веру русскую В срубах сжигали себя. Где ты, родная твердыня, Последняя Русь? Я не услышу твоего голоса. Нет, не доносит и гарь срубной Из поволжских лесов. Или в мать-пустыню, Покорясь судьбе, Ушли твои верные сыны. Или нет больше на Руси, Последней Руси, Бесстрашных вольных костров. Был на Руси Каин, Креста на нем не было, Своих предавал, А и он любил В проклятом грехе своем Свою мать Россию, Сложил песни неизбывные. У троицы, у Сергия Было под Москвою. Или другую. На костер пойдешь С этой песней. Не шуми, мать и зеленая Дубровушка. Широка раздольная Русь моя, Вижу твой краснозвонный Кремль, Твой белоснежный, Как непорочная девичья грудь, Златокровельный собор Благовещенья. А не вестит мне Серебряный ясак, Не звонит Красный звон. Или заглушает его Свист несносных пуль, Обеспощадивший Сердце мира всего, Всей земли. Один слышу Обезьяний гик. Ты горишь, Запылала Русь, Головни летят. А до века Было так. Было уверено, Стоишь и стоять тебе, Русь широкая и раздольная, Неколебимую Во всей нужде, Во всех страстях. И покрой твое тело, Короста шелудивая, Буйный ветер Сдует с тебя И коросту шелудивую, Вновь светла, Еще светлей, Вновь радостна, Еще радостней Восстанешь Над лесами Своими дремучими, Над степью ковылевою, Взбульливую. Так пошло, Так думали, И такая крепла вера в тебя. Человекоборцы безбожные, На земле мечтающие Создать рай земной, Жены и мужи праведные, В любви своей к человечеству, Вожди народные, Только счастье ему желавшие, Вы, делая дело свое, Сея вражду, Вы по кусочкам вырывали веру, Не заметили, Что с верою гибла Сама русская жизнь. Ныне в сердцевине Подточилась Русь, Вожди слепые, Что вы наделали? Кровь, пролитая На братских полях, Обеспощадила сердце человеческое, А вы душу вынули Из народа русского. И вот, Слышу обезьяний гик, Русь моя, Ты горишь, Русь моя, Ты упала, Не поднять тебя, Не подымешься. Русь моя, Русская земля, Родина беззащитная, Обеспощаженная кровью Братских полей, Подожжена, Горишь. О моя родина обреченная, Пошатнулась ты, Неколебимая, И твоя багреница царская Упала с плеч твоих. За какой грех Или за какую смертную вину? За то ли, Что клятву твою сломала, Как гнилую трость, И потеряла веру последнюю? Или за кровь, Пролитую на братских полях? Или за кривду, Сердце открытое не раз, На крик кричала На всю Русь, Нет правды на русской земле? Или за исконное, Безумное свое молчание? Ты и ныне, Униженная, Затоптанная, Когда пинают и глумятся Над святыней твоей, Ты и ныне безгласна. Безумное молчание Верных сынов твоих Выпиет к Богу, Как смертный грех. О, моя Родина поверженная, Ты руки свои простираешь, Или тебя посетил гнев Божий, Бог послал на тебя меч свой. О, моя Родина бесчастная, Твоя беда, Твое разорение, Твоя гибель, Божье посещение, Смирись до последнего конца, Прими беду свою, Не беду, Милость Божию, И страсти очистят тебя, Обелят душу твою. Скажу тебе со всей болью моей, Не лихо, Только добра и тишины Я желаю тебе. Духа нет у меня, Что я скажу В защиту народа моего? И стыдно мне, Я русский, Сын русского. О, моя Родина горемычная, Мать моя униженная, Припадаю к ранам твоим, К горящему лбу, К запекшимся устам, К сердцу надрывающемуся От обиды и горечи, К глазам твоим иссеченным. Я не разотрекался от тебя В те былые дни, Грозным словом грозного, В отчаянии задохнувшегося Сердца моего, Проклинал тебя За крамолу и неправду твою. Я не русский, Нет правды на русской земле. Но теперь нет, Я не оставлю тебя И в грехе твоем, И в беде твоей, Вольную и полоненную, Свободную и связанную, Святую и грешную, Светлую и темную. И мне ли оставить тебя? Я русский, Сын русского, Я из самых недр твоих. На звезды твои молчаливые Я смотрел из колыбели своей, Слушал шум лесов твоих, Тосковал с тобой Под завывание Снежных бурь твоих. Я летал с твоей Воздушной нечистью По диким горам твоим, По гоголевским Необозримым степям. Как же мне покинуть тебя? Я нес тебе уборы драгоценные, Чтобы стала ты светлее И радостней. Из твоих же камней самоцветных, Из жемчугов слов твоих Я низал белую рясну На твою нежную грудь. О, родина моя обреченная, Покаранная, Жестокой милостью наделенная, Ради чистоты сердца твоего, Поверженная, Лежишь ты на мураве зеленой. Вижу тебя В гаре пожаров Под пулями И косы твои По земле рассыпались. Я затеплю Лампаду моей веры страдной, Буду долгими ночами Трудными слушать голос твой, Сокровенная русь моя, Твой ропот, Твой стон, Твои жалобы. Ты и поверженная, Искупающая грех свой, Навсегда со мной останешься В моем сердце. Ты канешь на дно светлая. О, родина моя обреченная, Богом покаранная, Богом посещенная, Сотрут имя твое, Сгинешь, И стояла ты, Или не было, Кто вспомянет. Я душу сохраню мою русскую С верой в правду твою страдную, Сокрою в сердце своем, Сокрою память о тебе, Пока слово мое, Речь твоя будет жить На трудной крестной земле, Замолкающей без подвига, Без жертвы, В безпесеньи. Ободранный и немой Стою в пустыне, Где была когда-то Россия. Душа моя запечатана. Все, что было у меня, Все растащили, Сорвали одежду с меня. Что мне нужно? Не знаю. Ничего мне не надо. И жить незачем. Злоба кипит в душе, Кипит бессильная. Ведь полжизни сгорела Из-за той России, Которая обратилась теперь в ничто, А могла бы быть всем. Хочу неволи вместо свободы, Хочу рабства вместо братства, Хочу уз вместо насилия. Опостылила бездельность людская, Похвальба, Залетное пустое слово. Скорби моя беспредельная, Нет веры в России, Нет больше церкви. Это ли церковь, Где восхваляют временное? И время пропало, Нет его, Кончилось время, Негибель страшна. Но нельзя умереть человеку Во имя себя самого, Ибо не за что больше умирать. Все погибло. И из бездны подымается Ангел зла. Серебряная пятигранная звезда Над головой его С семью лучами. И страшен он. Погибни во имя мое. И нет спасения свыше. Злость моя лютая, И тянется замкнутая, Слепая душа. Немыми руками тянется В беспредельность. И не проклинаю я никого, Потому что знаю час, Знаю предел, Знаю исполнение сроков судьбы. Ничто не избежит гибели. Ох, если бы избежать ее! Каждый сам в одиночку Несет бремя проклятия своего, Души своей закрытую чашу, Боясь расплескать ее. Тьма вверху и внизу, И свилось с неба, Как свиток, И нету Бога. Скрылся он В свитке со звездами, И солнцем, И луною. Черная бездна Разверзлась вверху и внизу, И дьявол потерял смысл Бытия своего, Повис на осине Иуды. А все зачем-то еще живут. И чем громче кричит человек, Тем страшнее ему, Как дети они, Потерявшие мать, И не понимают той скорби, Которая дана им. Скоро настанет последний час, Скоро пробьет он, Без четверти двенадцать. Слышите? Нет ничего, Ни Кремля, Ни России, Ровь и гладь. Приходи и строй, Приходи, кому охота, И делай дело свое, Воздвигай новую Россию На месте горелом. А про старое, Пробывалое, Забудь. Ты весь скитишь Изводи сетями, Пусто озеро, Ничего не найти. Единый конец, Без конца. Русский народ, Что ты сделал? Искал свое счастье И все потерял, А дураченный Плюхнулся свиньей в навоз. Поверил? Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, Расплачивайся. Землю ты свою забыл, Колыбельную. Где Россия твоя? Пусто место. Русский народ, Это грех твой, Непрощаемый. И где совесть твоя? Где мудрость? Где крест твой? Я гордился, Что я русский, Берег и лелеял Имя Родины моей, Молился святой Руси. Теперь презираем, Со всем народом Несу кару, Жалок, нищ и наг. Не смею глаз поднять. Господи, что я сделал? И одно утешение, Одна надежда. Буду терпеливо нести Бремя дней моих, Очищу сердце мое И ум мой помутнелый, И, если суждено, Восстану в светлый день. Русский народ, Настанет светлый день. Слышишь храп коня? Безумный ездок, Что хочет прыгнуть за море Из желтых туманов, Он сокрушил старую Русь. Он подымет и новую, Новую и свободную Из пропада. Слышу трепет крыльев Над головой моей. Это новая Русь, Прекрасная и вольная, Царевна моя. Русский народ, Верь, Настанет светлый день. Сорвусь со скалы Темной птицей тяжелой, Полечу неподвижно На крыльях, Стеклянными глазами Буду смотреть в беспредельность. В черный мрак полечу я, Только бы ничего не видеть. Поймите, Жизнь наша тянется Через силу. Остановитесь же, Вымойте руки, Они в крови, И лицо, Оно в дыму пороха. Земля ушла, Отодвинулась, Земля уходит. Лечу в запредельности. На трех китах Жила земля. Был беспорядок, Но и был устой. Купцы торговали, Земледельцы обрабатывали землю, Солдаты сражались, Фабричные работали. Все перепуталось. Лечу в запредельности. Отказаться от жизни осязаемой, Пуститься в мир воздушный. Кто это может? И остается упасть червем И ползти. Обгоняю аэроплоны, Стук мотора стучит в ушах. За кукурекал бы, Да головы нет, Давно оттяпано. Поймите же, Быть пришельцем в своей, А не чужой земле, Это проклятие. И это проклятие Удел мой. Все разорено, Пусто место, Остался стол. Во весь рост человечьий Велик сделан, Обнаглелые, Жадно, С обезьяньем, Гиком и гоготом. Рвут на куски пирог, Который когда-то Испекла покойница Русь. Прощальный, Поминальный пирог. И рвут, И глотают, И давятся, И с налитыми кровью Глазами грызут стол, Как голодная лошадь ясли, И норовят дочисто Слопать все До прихода гостей, До будущих хозяев земли, Которые сядут На широкую русскую землю. Вечная память! 5 октября 1917 года Конец слова о погибели русской земли Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Секция вторая Книги «Огненная Россия» Алексея Ремезова Эта запись проекта «Либривокс» является Общественным достоянием. Огневица Распростертый крестом, Брошен, Лежал я на великом поле, Во тьме кромешной, На земле родной. Тело мое было Огромадно, Грузно, Неподвижно. Руки мои, Как от Москвы до Петербурга, Скованный тяжестью Своего поверженного тела, Я лежал колодой, Один, Покинут, В чистом поле, На русской земле. И были ноги мои, Как от гремучей онеги До тихого дона. Огненная повязка, Туго, Венчик подорожный, Святый Боже, Туго, Крепким обручем Повивал мой лоб. И сквозь кости, Пламя, Жигучим языком, Жгло мне мозг. И вот стужа невыносимая, Холод невозможный, В звездах, В крещенские ночи, Помню, Ударит бывало мороз. Такой вот мороз, Но беззвездный, Во тьме кромешной, Заледенил мое сердце. И я весь так и затрясся, Так всем своим скованным, Своим брошенным телом, Немилосердно, У-у-у-у, Стучу зубами. И слышу из тьмы Бесприютной, Холодной ночи Старый дедов голос. Собери-ка, сынок, Кости матери нашей, Бесчастной России. А я трясусь В злой стуже, А жгучий огненный венчик Жжет мне мозг. Я кость от кости, Плоть от плоти Матери нашей, Бесчастной Руси. И принимаюсь я Загребать кости Со всего великого поля В одну груду. А их так много, Костей разных, Гору на горишь. Загребаю я кости, Спешу и знаю. Одному Никак невозможно. И также знаю, Что надо, А не соберу. Все пропало, Знаю, Собрать надо Все вместе И вспрыснуть Живой водой. И тогда оживут кости, И снова станет, Подымется Моя бесчастная, Моя покаранная Русь. Собирай, сынок, Потрудись. Слышу опять Дедов старый голос. Подняться бы, И все бы, кажется, Справил, Да сил больше нет. Из последних, Господи, Крестом распростерт, Лежу в чистом поле, И нет сил подняться. Загребаю, Спешу, Загребаю, Кость к кости. А конца не вижу. Совсем Обессилел, Не могу уж. Пластом Лежу неподвижен. На минуту стужа Отпустила меня, И только тут горит. Открыл я глаза, Смотрю, А на холмике? Так церковка, А ко мне Холмик. Старик, Вижу, Старый, Волоса под ветром Растрепались, Оборван весь, А глаза запали, Горемычные. Да это Никола наш, Никола милостивый, Узнаю я, Вышел, Стоит горемычный, Над поверженной, Бесчастной Русью. Тут какие-то парни Лезут на холмик, Когочат, И один говорит другому, Павел, Дай ему в морду. И я вижу, Парни лезут, Гогочат, А он горемычно стоит, Как не видит, И вдруг выпрямился весь, И глаза его Загорелись гневом. А Павел, Павел поплевал на кулак, Пригнулся. Жажду, Я сполз с кровати, Поставил на спиртовку Чайник воды себе скипятить, Утолить мою лютую жажду. Едва дождался, Казалось, часы прошли, Пока не закипело. Стакан за стаканом Глотаю большими глотками Огненные куски. Неутолима жажда моя, Жажду, Жажду, Дополз я до умывальника, Открыл кран, Полил в пригоршню Холодной воды, И вода в руках моих Обратилась в пламя. Пламенем я умылся, Жажду, Жажду, Слышу, говорят, Уксусом натереть надо, А я, валясь на кровать, Как последней милости прошу, Уксусу бы мне выпить. И тут опять стужа напала на меня, И затрясла немилосердно, И я трясусь всем моим измученным телом, Немилосердно, Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу- Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь. Но моего голоса не слышно, и в тоске смертной я подбираюсь весь, свернулся в комок, стужа хлещет меня, а голова, как старая моя спиртовка, подожжена с концов, пылает, вот, разорвет. — Приехал из Москвы скопец Иван Дмитриевич, — говорит сосед наш, ближайший матрос Микитов. — На Москве украли царь-колокол. — Украли царь-колокол, — повторяю, и обида жжет меня. Когда зазвонит царь-колокол, восстанут живые и мертвые. Вот тебе и восстанут. А вот возьмет дворник метлу хорошую и сметет всех воров с русской земли, как сохлые листья сметет в помойку. И опять кричу, не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь. Но моего голоса не слышно. А разумник с пудовым портфелем, как бесноватый, из Симонова монастыря. — Это вихрь! — кличет он. — На Руси крутит огненный вихрь. В вихре ссор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на запад летит. Старый запад закрутит. Завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир. И у кого есть крылья. Уж народ-то больно дик. Ничего не поделаешь. Горюет шишков простуженный. Тут и замятин. Вижу в сереньком. Только что из Англии вернулся. Еще на человека похож. Осторожно прислушивается. И Хрущев, сосед, Михаил Михайлович, с электрическим самоваром в руках. — Михаил Михайлович, прошу его, дайте самовар на одну ночь. Спирт у нас кончился. — Я вам молока пришлю. Два рубля бутылка. А сам крепко держит самовар. Не выпустит. У Ивана Алексеевича халтура поправляется. Смеется Микитов-матрос. Продал два вагона кофею. А кофей из голубиного помета. — Да, как сохлые листья в помойку. Повторяю я, и обида душит меня. Погибла Россия наша. Погубили Россию. Нет больше России. Последние головни горят. И осталось русское сердце. Сапогом его. Их слово. Да черта с этим словом. Пиши и говори по-тарабарски. — Кара? Нет, это суд божий. Царь колокол. Воры украли. И опять кричу. Не берите руками горящие предметы. Горячо. Обожжетесь. Но моего голоса не слышно. Мое слово. Воры украли. И лежу я, свернувшись в горящий комок. Последняя головня. А из соседней комнаты слышу разговор. Это дебринский старец. Иван Александрович о России. О чем же еще? О России. Ведь о ней все думы. У России душу вынули. И слова его, как гвозди. И вдруг я увидел. И мне в огне моем стало покойней. В ногах у меня по стене длинная повисла змея. Голова змеева. А рот человечьий. Внимательно так смотрит. Надолго повисла. Крепко. И я понял. Это страж мой. И будет со мной неизменно. А за шкафом показались две морды. Уши ослиные. Борода козья. А глаза умные. Песи. Кланяются. И из-за железной печки мелькает и вьется. И я понял, что мне не подняться. Вижу нашу тесную прихожую. Входит Микитов Иван Сергеевич. Сосед из сорок первого. Огромный, черный, в черной балтийской матроске. Я три ночи не спал, говорит Иван Сергеевич. Место себе не нахожу. Так и побежал бы. И бежал бы, пока хватит духу. Нет, Россия не может погибнуть. Земля наша дремучая. По кустам, по ельнику. Прячется сила дремучая. Молчит. Только ее имени не знаю. И как назвать? Иду я по Невскому. Руки горят. Иван Сергеевич, говорю. Не расточайте гнева своего. Посмотрите. Прогнивает от неправды сердце человеческое. Кровь. Три года нож и пуля. Кровь и грязь. Все хватком. Все нахрапом. Не обманешь, не купишь. И нет милостыни мира. Только для себя. Озверело сердце наше. Бессовестье душит Россию. Гневом дремучего сердца Обличите вы эту неправду. Эту ложь. Мару кровавую. А он, ничего, вышел, и дверь прихлопнул. И, вижу, опять входит, несет подушку кожаную в белой наволочке и в угол ее. Потом принес другую, а потом третью, и все в угол, одну на другую. Белые подушки поднимаются в углу, как белая крышка гроба. Белую крышку гроба вижу в углу нашей тесной прихожей. Лежу в огне. Горю. Стужа больше не трясет. Стреляет в ухо. Горю. Горю в огне. Кашель душит. Рвет глотку. Душит ржавь. И не могу остановиться. Не могу остановить мысли. Они как вихрь. И я выговариваю все мои мысли. Боюсь, разорвет. Я говорю, 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 и не знаю, чего говорю. Я выговариваю мысли. Они как вихрь. Стой. Передохнул. И опять. Не то разорвет. Говорю, говорю, говорю. 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 Благодарю. Благодаря. Говорю. 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 зовет дам тебе я на дорогу лежу в огне горю стреляет в ухо душит ржавь горю мой неизменный страж змея змея по стене в ногах седой дым ползет за дымом комната совсем не та не узнаю просторная и высокая не та седой дым ползет по потолку просто говорю белая рубаха кипарисовый сольвычегодский крест дощатый гроб и чей-то голос зовет дам тебе я на дорогу и чего-то жду и жалко мне сторожит змея горько раскрыта пасть и ходят по углам в дыму прячутся крылья один как на ходулях маленький пузатый торчит пупок и опять говорю 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 мои мысли как вихрь разорвет говорю 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 поздно вечером приехал доктор первый раз вижу афонский николай павлович он меня знает приедет только завтра а этого позвали я понимаю очень со мной беспокойно доктор слушал нырял вы стукивал кровопозное воспаление левое легкое на почве алкоголизма и тут я будь тачнулся всю вижу комнату нашу только сквозь дым я не пью говорю на почве алкоголизма закрыл глаза крепко и покорился а в доме совсем затихло и по соседству тихо лежу под огненным покровом матерь божия спаси спаси слышу неотступные жарко а я покорился и представляю себе на почве алкоголизма как ночью иду я будто в москве по долгоруковской пробираюсь к знакомому кабаку где торгуют дольше чем в других я знаю такие кабаки осень грязь луна серебрит булыжник остановился у фонаря крепко зажал в руке медь матерь божия спаси спаси слышу неотступной жарко зажег агарок поставил на стул плюхнулся на диван догорает догорает чадит а потушить не могу опустил я палец в раскаленный подсвечник матерь божия спаси спаси слышу неотступной жарко в отхожие место в угол запрячу бутылку запрусь господи измаялся я и нет мне выхода и вижу сижу я будто у спасской заставы в гробу трактир третьего разряда и мозгин мишка со мной остекленел весь пропеваем крест в новоспасском монастыре ко всенощной звонят матери божия спаси спаси и не могу я подняться лежу пригвожденный под горящим покровом жестким как из чертовой кожи не могу стать согненного креста моего из костра палящего стать на ноги и в последний раз поклониться до самой земли сердцу человеческому изнывшему от обиды утраты раскаяния сердцу задохнувшемуся от неправды нашей сердцу щадящему и жалостливому во власти беспощадной суровой судьбы сердцу надрывающемуся в смертной тоске тройным рыданием зарыдал бы я пробил я черепом дно моего дощатого гроба полетел сквозь землю на мне белая рубаха и крест кипарисовый мать сыра земля вниз головой лечу в земле через земляную кору кости и черепа куски тела персть и прах чую состав земляной сырь чую запах земли мать сыра земля прорезаю земляную кору недра матери земли песок и камень камень пробил сквозь камень лечу в огонь огонь как море в грозу нырнул в огонь и иду под огнем как под водой иду в самую жгучую глубь и как из шайки меня окачивает огнем сердце как голубь вот дух перервет и вдруг вижу над головой синее небо и сквозь небесную синь светят звезды звездам высоко лечу над землей на мне белая рубаха и крест кипарисовый сестры звезды я лечу над землей звезды горят и память горит как звезды а тех кто тоскует кто не находит место себе на земле кто глухими ночами безнадежно бьется о стенку и просит и молит безнадежно сестры звезды в вихре несусь я за звезды дух во мне занялся и сердце стучит в звездном вихре несусь я все мне странно и огненный столб и косматые звезды и как огонь золотая парча и огромные крылатые очи золотые запрестольные иконы ликов не вижу золотые крутятся в вихре но я узнаю это ангелы божьи и я руки мои простираю здравствуйте ангелы божьи и подают мне ангелы божьи свои горячие руки и как подожженный я взвиваюсь огнем и огнем несусь в небеса был николай павлович афонский стучал и слушал какой он что-то серьезный завтра возможно наступит перелом велел канфору вспрыскивать и банки когда смерклась вошел философов вошел он как-то боком и стал боком на меня не смотрит или дыма мне глаза застилает дмитрий владимирович говорю здороваюсь и вспоминаю как в волок да посылал он мне мир искусства и как в первый раз я пошел к нему в басков переулок это в первый самовольный приезд мой в петербург которые я тогда же с первого дня полюбил хочу спросить о савенкове а философов не дает говорить мне и и правда мне говорить очень трудно в русском историческом журнале говорю есть о московской бани семнадцатого века бани древяне пережгут камень и румяна разволокутся на зи облиются кваса мусния нам возьмут нося прутья молодое бьются сами и вспоминаю розанова василия васильевича егоровские бани в казачьем соседи мы были розанов в сергиев посад переселился еще хотел бы я в последний раз послушать прокофьева скифскую сонату я всеми грехами грешен но родине и свободе не изменял борис викторович а что такое свобода и вижу страж мой змея на стене в ногах горько раскрыла пасть что такое свобода и я ищу такую точку так скорчится мне и извиться чтобы упереться и от кашлянуться ржавь меня душит свобода был человек связан и скован освободили иди куда знаешь делай что хочешь ну веревку и прячешь а то не равен час вон крюк в потолке крепкий а на воле подымается ветер в окно стучит вольный когда ставили банки очень было страшно пламя синим языком стоит в глазах а на воле ветер так и рвет так и стучит слышу печку невозможно топить очень сильный ветер на воле ветер все семь братьев вихрей стучит железный крутит вьется над домом над островом над петербургом на руси крутит огненный вихрь в вихре ссор в вихре пыль в вихре смрад вихрь несет весенние семена вихрь на запад летит старый запад закрутит завьет наш скифский вихрь перевернется весь мир и я ищу такую точку так скорчится мне и извиться и от кашлянуться ржавь меня душит я стою в горной долине не то в шварцвальде не то в диком урале не то на алтая там на вершине в темных тучах буря ломает небо и свистит ветер ужасно в южным свистом трясет долину я весь в белом золотая стрела пронзает мне левое ухо и другая стрела в правом боку и третье вонзается в самое сердце три гвоздя вбиты мне в голову и лучами торчат поверх головы как корона я знаю я прошел через землю сквозь самые недра через огонь я был в царстве звезд и от звезд в звездном вихре за звезды на небесах я прошел все мытарства я сгорел на огне моей боли и смертной тоски я взойду на вершину а также шум свист грохот там буря ломает небо и я взял трость это трость была огромна как мачта я поднял ее до самой вершины и кто там горная сила отзовитесь крикнул я рассекая свист ветра и увидел как назов мой из клубящихся туч весь в малиновом наклонился ко мне с вершины щурится нос утиный и я напряг всю мою силу духом вбежал я вверх по мачте и стал на вершине и и стоял среди бури под обломками неба затаил всю мою боль сердце мое истекало кровью из прободенного ребра сочилась а голова в гвоздях пылала я собрал весь мой голос и крикнул окровавленному миру станьте остановитесь на четыре стороны кричал я с вершины и голос мой рассекал свист ветра вы братья пробудитесь к жизни от смерти откройте глаза залепленные братскую кровью переведите дух ваш ожесточенный мара кровавая третье лето жрет человеческое мясо лакнула крови и пьяна как злосчастье рваная ведет вас ослепленных рабов и безумцев в руках ее нож на острый нож вы братья в мире есть правда не кровава и не алчно она как звезда кротко светит на крестную землю кричал рассекая ветер я кричал всему миру от моря до моря и слова мои были как кровь как огонь как камень и словами выплевывал мою кровь и огонь и камень в жестокую долину где решали судьбу бездушный нож да безразличная пуля а над моей головой ломалось небо и свистел ветер ужасно и вот как от удара сшибло и я упал свет свет светит и небо без облачка чисто я лежу у моря на жарине пустынный остров оландские острова крупная брусника ковром устилает остров я весь в белом золотая стрела пронзает мне ухо и другая прободает мне бог и третья вонзилась в самое сердце а на голове моей три гвоздя лучами как корона я лежу на жарине в бруснике и правое крыло мое висит разбита фиандра содержатель веселого дома в александрии и продавец всяких восточных лакомств в воздухе раскинул над землей свою палатку поставил вверх ногами не знаю чего поставил огоньки какие-то вверх ногами он поставил так фиандра чего не придумает завел медведчик свою гнусавую волынку огоньки замелькали завыла волынка и все задвигалась зашевелилась как в первый день творения и пошла жизнь я прохожу коридором мимо растворенных комнат комнаты битком набиты и все это москвичи из прошлых лет я знаю их в лицо и не знаю по имени это сбронной и причистенки актеры актрисы акробаты клоуны натурщицы и просто так жаждущие искусства и из ночных кофеен с ледяными эфирными руками они высовываются из дверей и глаза у всех раскрыты а на мне белая рубаха золотые стрелы и гвозди короной где говорю моя комната тут выскочил какой-то сюртук на голое тело показывает вон та со ступеньками комната со ступеньками моя комната тесна и без окон белая не белая плесень густо покрывает стены и совсем пустая ни стола ни стула ничего и крашеный пол забрызганы звездкой и пола мне на сердце тоска стою как в погребе такая тоска а за дверью прячутся подсматривают что мол будешь делать в своей комнате как вывернешься и слышу воет волынка медведчика и не знаю я на что и решиться и тоска заливает мне душу спасите спасите меня простер я руки мои к белой сырой стене и сорвался и лечу вниз головой через глубокую непроглядную тьму вниз головой на землю и вот на земле я лежу на земле обтянутый сырой перепонкой и не разбитое крыло прячу я за спиной мою переломанную лягушиную лапку комната освещена ярко около моей кровати что-то делают копошаться не пойму ничего потом чувствую как снимают с меня белье переменить надо свежие кризис наступил и мне горько до слез что упал я и не вернуться что нет ни крыльев ни золотых стрел и тех слов не повторить уж а лежу я обтянутой сырой перепонкой и прячу за спиной мою перебитую лягушачью лапку посмотрел я на стену а змеи нет залила огонь и уползла вижу шкаф на шкафу картонка и мне горько до слез что лежу я глотаю ртом воздух как лягушка и в горечи моей я подбираю мое постылое перепончатое тело чтобы быть совсем незаметным и ищу такую точку так скорчится мне и извиться чтобы легче от кашля нутца день тяжел а ночь для меня ужасно я боюсь ее душной не могу отдохнуть от кашля и измучил я всех доконаю верчусь как вьюн простите вы меня за все эти кашли мои подобрался чтобы незаметнее быть совсем скорчился вижу я невский вода весь невский в воде и ленива разлилась а я не боюсь воды смело иду и за мною народ бредет по колено в воде дошли до купалин тут все и разбрелись а я дальше пошел а там снег тихо падает снег и ложится на землю чистый как в крещенский сочельник и я чую тишина как этот чистый крещенский снег ложится мне на душу какая беда ночью теперь я не так уже кашляю когда все заснули прискакала баба яга и подменила мне ногу а я ничего ей не мог ни сказать ни остановить есть у меня дудочка кукушка покуковать бы да как на грех куда-то засунул ее под подушку и вот правая нога у меня не моя костяная лежу с костяной ногой в воскресенье даст бог и встану неловко с костяной то да как не будешь лежу потрагиваю ее костяную пеняю яге ну что ей за радость добро бы какую взяла богатырскую а то очень мне есть хочется все прошу ухи демьяновой уж ходил иван сергеевич в андреевский рынок да опоздал что ли с пустыми руками вернулся а ночью долго я заснуть не мог и голодно и сна мне что-то нет гоголя читал вечера его чудесные и только завел глаза вижу лежу в нашей комнате как и в явь лежу а по бокам у кровати черти морские потрогал черные шелковые черти говорю балтийские ну ловите мне рыбки они будто и говорят мне никак невозможно завтра воскресенье а под воскресенье заказано нам рыбку ловить в воскресенье поднялся я робко пошел на своей костяной ноге белый свет благословен ты белый свет а мне больно смотреть не могу я забыть так я измучил всех сестра моя не достоин я рук твоих и забот твоих прости мне жестокое слово мое и нетерпение мое один виновен один и должен нести белый свет благословен ты белый свет а мне больно смотреть 10 октября 1917 года конец огневицы читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки секция третья книги огненная россия алексея ремезова эта запись проекта librivox является общественным достоянием о судьбе огненной от слов гераклита есть суд всего что дышит живет и растет суд огнем огонь последний судья все судит и все разрешает а молния корм чий последнее испытание через огонь огнем очищается персть а молния корм чий пожжет огонь все пожигаемое в огненном вихре проба для золота и гибель пищи земной и вместо созданного останется одно созидаемое персть и семена для роста все что дышит живет и растет станет дымом и ты своими ноздрями почуешь противоборствующее соединяет а разнообразие преображает в гармонию гармония возникает из борьбы молния корм чий огонь очистительный а справа идет его брат война царь и отец всего властитель над богами и людьми творя новое право и новую жизнь указует судьбу рабов и свободных вечная распря война движет весь мир распределяет долю и все возникает из распри и судьбы все свершается в круге судьбы всякий свет побеждаем свет же последнего суда неизбежен и куда убежишь от осиянности сама судьба полагает предел свершения безмерно взлетевший низко падает и каждому по его потребе духовной ослы солому предпочтут золоту все совершается в круге судьбы люди звери и камни родятся растут чтобы погибнуть и погибают чтобы родиться всякий гад бичом бога пасется и сила судьбою становится правом вначале была сила по судьбе сила стала правом права править вселенной силой давя на человека разорение права пожар и его ты залей скорей чем пожар в начале Слабые духом, слепленные из грязи, свиньи в золоте, куры, купающиеся в пыли и золе. О, судьба! О, всемогущая! Кто тебя минует? Кто тебя избежит? Накручу, по кремнистой тропе взбираюсь, глазам моим больно, и колет. Слишком всматривался я в лица людей, слишком долго испытывал. Голос увял мой от сдавленных жалоб и зажатых проклятий, сердце мое обожжено. Накручу, по кремнистой тропе взбираюсь, тучи несутся под ветром по холодному небу, и, как пеленутый дым, лица плывут. Ухожу все дальше, не вижу, не слышу, ступаю по шлакам острым, не чую, приближаюсь к краю. Вот я на самой вершине, и под моей стопой закованный клокочет огонь. Духу легче, душа высыхает, и прояснился мой разум. Звезды горят. Вождь мой, я душа человечья, укажи мне источник, я жажду. Металлическим звуком щелканье стали о камень зазвенел путеводный голос. Ты найдешь налево от дома Аида источник. Близже него белый стоит кипарис. К источнику даже близко не подходи. А вот и другой. Он возле болот мнимозины. С шумом течет ледяная вода, окруженная стражами. Ты им скажи. Я дитя земли и звездных небес. Род мой оттуда, как вам это известно. Жажду и гибну. Дайте напиться воды ключевой из болот мнимозины. Стражники дадут тебе пить из источника света, и станешь тогда ты царствовать с мудрыми вместе. И моя душа вступила в светлый круг. К вам я пришла, от чистых рожденная, чистая духом. К вам, о царица подземных, Аид, Дионис, добрый советчик, ко всем вам, бессмертные боги. Сбросивши тело земное, поистине я из вашего рода благословенных богов. И лишь в одеянии плоти меня победила судьба и земные бессмертные боги. Все же ушла я из тела, из бесконечного скорбного круга. Легкой стопой я помчалась за вечно желанным венком. И в ответе душе я слышу возглас подземных бессмертных. Радуйся, будь благословенна, скорбная, отстрадавшая душа. Отныне отбыла ты срок наказания. Из смертного, метущегося человека стала ты сама богом. Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко. Радуйся ныне. Радость твоя беспредельна. Март 1918 года Конец сказа о судьбе Огненной Секция четвертая Огненной России Алексея Ремезова Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием Огненная Россия Памяти Достоевского Достоевский — это Россия. И нет России без Достоевского. И в последний страшный час, если суждено такому страшному часу, во внезапную последнюю минуту на последний зов и суд, кому же? Только он, только он один выйдет за Россию, станет один, скажет один за всех, мучающихся, страждущих, смрадно грешных, но младенчески любящих, за Россию бунтующую, отчаянную и безнадежно несчастную. Ведь разве бунтующий может быть счастлив? За убивца, за весь русский народ. — Суди нас, — скажет судья, — если можешь и смеешь. И из впалых, болью испепеленных глаз, как искра, блеснет огонь. — Какое изгвожденное сердце! Ни одно человеческое сердце не билось так странно и часто, безудержно и иступленно. И чем тише был месяц, огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окно, тем сильнее стукало сердце и даже больно становилось. — Кто? Откуда пришел он? Пройдя какие квадриллионы пространств? Отблеск и отвей какого страшного премудрого духа, пустынного, огненного духа-искусителя, держащего ключи от человеческого счастья? И куда? На какую Голгофу? Без срока, чтобы словом содрогнуть души человеческие, зажечь землю и, если суждено такому страшному часу, дать ответ за всю боль и грех человека, за Россию бунтующую и безнадежно несчастную. Под разливной звон и клеп гоголевских колокольцев сквозь пушкинскую лазурь России бесподобной и вдохновенной, России волшебной, калядной и вийной. Избы черные-причерные, а половина изб погорела, торчат одни обгорелые бревна. На дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые, испятые, какие-то коричневые лица. Вот особенно одна, с краю, такая костлявая, высокая, кажется, ей лет сорок, а может и всего-то только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках плачет ребеночек, и груди-то должно быть у нее такие иссохшие, и ни капли в них молока, и плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулаченками, с холоду, совсем какие-то сизые. Что они плачут? Чего они плачут? Дитя, дитя плачет. Да отчего оно плачет? А из зябла дитя, промерзла одежонка, вот и не греет. А почему это так? Почему? А бедные, погорелые, на погорелое место просят. Нет, нет, ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедные люди? Почему бедно дитя? Почему голая степь? Почему они не обнимаются? Не целуются? Почему не поют песен радостных? Почему? Они почернели так от черной беды. Почему не кормят дитя? И пусть все осветилось. Снег загорелся широким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами. Слышите гоголя звон. Мороз как бы потеплел, песни зазвенели. Ни песен, ни звезд. Все закрыто, зачернено, приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая, неразлучная, горькая разлучница, мать беда. Придьте в мир, на просторную легкую землю Пушкина и Гоголя, и с первого же мига чья-то беспощадная рука хлестнула по глазам. Так вот она, какая легкая земля. Нет, если бы я имел власть не родиться, я не принял бы такого существования. Достоевский увидел в мире судьбу человека. Горше она, горести последней. И не только человека. Помните Азорку? Ребятишки тащили на веревке к речке топить. А помните несчастную клячу, ее иссеченные кнутом глаза и даже неодушевленная этой стороной. Илюшины сапожки, старенькие, порыжелые, с заплатками там в уголку перед постелью. Весь мир перед ним застраждал. Неотступно. И чувствует он, что подымается в сердце его какое-то никогда еще небывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная, и ссохшая мать, чтобы не было вовсе слез от всей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая, и, несмотря ни на что, совсем безудержьем. Но что может сделать для счастья человека человек? Страдание и есть жизнь, а удел человека смятение и несчастье, и самое невыносимое, самое ужасное для человека свобода. Оставаться со своим свободным решением сердца это ужасно. И если есть ещё выход, то только через отречение воли. Ведь человек-то бунтовщик слабосильный, собственного бунта не выдерживающий, отречением воли, цепным авторитетом, беззаветным началом, ещё возможно в мире что-то поправить, сделать человечество счастливым. Да захочет ли человек-то такого счастья безмятежного, с придушенным сметь и с указанным хочу. И сидит она там за железной решёткой семнадцатый год, зиму и лето, в одной пасконной рубахе, и всё аль-соломинкой, аль-прутиком каким ни наесть, в рубашку свою, в холстину тычет, а сидит с одной только злобы, из одного своего упрямства. Или уж ничего не поделаешь с человеком? Ну, ведь бунтам жить невозможно. Как же жить-то, чем же любить, с таким адом в груди и адом в голове? И вдруг ударил колокол, густой, тяжёлый, колокольный звон. Колокол ударял твёрдо и определённо по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный плавный звон. И я вдруг различил, что это ведь звон знакомый, что это звонят у Николы в Красной Церкви, выстроенной ещё при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и в столпах, и что теперь только что минула святая неделя и на тощих берёзках в палисаднике уже трепещут новорожденные зелёненькие листочки. Яркое предвечернее солнце льёт косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня в моей комнатке сидит гостья. Да, у меня безродного вдруг очутилась гостья, я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла, это была мама. Кулакол ударял твёрдо и определённо, но это был не набат. Она вскинулась и заторопилась. Ну, Господи, ну, Господь с тобой, ну, храни тебя, ангелы небесные, причистая мать, Никола угодник, Господи, Господи, скороговоркой повторяла она, всё крестя меня, всё стараясь чаще и побольше положить крестов, голубь ты мой, милый ты мой, да постой, голубчик. Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек. Синенький клетчатый платок, скрепко завязанным на кончике узелком, и стала развязывать узелок, но он не развязывался. Но всё равно возьми и с платочком, чистенький, пригодится, может, четыре двугривенных тут, больше-то как раз сама не имею, прости, голубчик. Я принял платок, хотел было заметить, что мы ни в чём не нуждаемся, но удержался и взял платок. ещё раз перекрестила, ещё раз прошептала какую-то молитву, и вдруг, и вдруг поклонилась глубоким, медленным, длинным поклоном. Никогда не забуду я этого. Так я и вздрогнул, и сам не знаю отчего. Что она хотела сказать этим поклоном? Вину ли свою передо мной признала? Не знаю. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо, опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звёзд. С зенита до горизонта двоился ещё неясный млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною. Тайна земная соприкасалась со звёздною. Стоял смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал для чего обнимал её. Он не давал себе отчёта почему ему так неудержимо хотелось целовать её. Целовать её всю. Но он целовал её плача рыдая и обливая своими слезами и иступлённо клялся любить её любить во веки веков. О чём плакал он? О, он плакал в восторге своём даже и об этих звёздах, которые сияли ему из бездны, как будто нити от всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала. Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения о не себе, а за всех за всё и за вся. И кто-то шепчет Богородица Великая Мать, Богородица, Великая Мать сыра земля есть, и великая в том для человека радость, и всякая тоска земная, и всякая слеза земная радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собой землю на пол оршина в глубину, тот отча же о всём и возрадуешься, и никакой, горести твоей больше не будет. Трепетной памятью неизбывной, и сступлением сердца, подвигом, крёстною мукой, перед крестом всего мира вот чем жить и чем любить человеку. Достоевский это Россия, краснозвонная, отошедшая в вечность, опетая моим горестным словом, и новая, еще не сказавшаяся, буйно подымающаяся из праха, безудержная. И нет России без Достоевского. Россия нищая, холодная, голодная, горит огненным словом, огонь планул из сердца неудержимо. Взойду я на гору, обращусь я лицом к востоку, огонь, встану на запад, огонь, посмотрю на север, горит, и на юге горит, припаду я к земле, жжет. Где же и какая встреча? Кто перельет этот вспланный неудержимый огонь и сгорим? Там, на старых камнях, на дорогих могилах Европы встретит огненное сердце ясную мудрость и над просторной, изжаждавшей Россией, над выжженной степью и грозящим лесом зажгутся ясные, верные звезды. 11 февраля 1921 года Конец рассказа «Огненная Россия» и конец книги «Огненная Россия» Алексея Ремезова читал Марк Чульский «Массачусетс», Соединенные Штаты Америки. Корректор А. Продолжение следует...